Первой в списке заявителей от Краснодарского края стала Ирина Хаджи. К полпреду она обратилась с просьбой быстрее помочь отремонтировать дорогу в ее родном городе. По словам жительницы Приморско-Ахтарска, участок улицы Казачья от Восточной до Керченской остро нуждается в обновлении дорожного полотна. Здесь находится детский сад и чтобы попасть в него молодым мамам с колясками приходится преодолевать множество препятствий, рассказывает Ирина Хаджи. Эта проблема сегодня на слуху у краевых властей и уже найдено ее разрешение, говорит губернатор. Новый асфальт на этом участке в 300 метров будет уже в этом году. Соответственно, монтажную работу мы планируем начать в августе 2015 года и завершить 1 декабря 2015 года. Проведение конкурсных процедур, это обычная практика, подбору подряд организации, естественно, сам проект, заключение контракта. Вот и у нас с мая по июль 2015 года. Но начинаем работы 1 августа. Ирина Петровна, вот ответ руководителя края вас устраивает? На сегодняшний день устраивает. Спасибо, будем ждать. Ну, дорога-то хоть там ездить-то хоть как-то можно? Ездить можно. Цена вопроса более 3 миллионов рублей. Решать его муниципалитет будет совместно с краем. 20% средства из местной казны – основная часть помощи региона. К слову, по такому принципу в Приморско-Ахтарске ежегодно капитально ремонтируют целый ряд улиц. Каждый год порядка 12 километров в городе асфальтируем. И, конечно же, поэтапно идем. И проблема по данной улице, она также была у нас запланирована. Но сегодня мы переносим сроки, конечно, поручение будет исполнено. А вот Мхитар Гилаян обратился к Владимиру Устинову от лица всех жителей села Дидеркой в Туапсинском районе. Прошлым летом большая вода повредила в населенном пункте деревянный мост по улице Совхозной. Он как бы работает, а люди ходят по нему. А машины не ездят? Машины не ездят, да. Мы как бы сделали для пешеходов. Транспорт у нас объезжает, есть где место объехать. Проблема сельчан также известна губернатору. По поручению Александра Ткачева уже приступили к ее решению. Изготовлена уже проектная документация в декабре 2014 года. Заключен контракт на восстановительные работы. Сметная стоимость 1,6 миллиона рублей. Финансирование восстановительных работ будет производиться за счет средств Шипсинского сельского поселения, муниципального образования Топсинский район. Ремонт на восстановительные работы запланирован на вторую декаду февраля 2015 года. Срок завершения работ 1 мая 2015 года. У губернатора Владимира Устинов интересуется, возможно ли ускорить сроки. Ткачев тут же дает поручение главе Топсинского района закончить восстановительные работы к 15 апреля. Я рад, что вот так вот разрешаются наши вопросы. Поэтому спасибо вам за обращение. И мы надеемся, что руководство края выполнит свои обещания. Да я уверен в этом. В июне прошлого года в Топсинском районе из-за наводнения была снесена большая часть мостов. Сегодня все они практически восстановлены, рассказывает глава. Мы этот мост сдадим. Поэтому здесь ничего не может быть невозможного. Самое главное, есть объезд. По железнодорожному мосту люди ходят. Школу детей мы доставляем. Поэтому жизнеобеспечение на уровне. У нас просто там находятся ветераны, которые ездят через этот мост. И мы очень рады этому моменту, что у нас наконец-то будет мост действующий. Жительница кубанской столицы Наталья Крылова пришла на прием узнать, когда снесут соседний аварийный дом на улице Калинина. Их жильцы по программе переселения переехали в новые квартиры. А в пустующем здании теперь собирается компания и распивают спиртные напитки, жалуется Краснодарка. По словам губернатора, ветхий дом снесут уже в этом году, причем раньше запланированного срока. Объявлен муниципальный заказ на выполнение демонтажных работ аварийного квартирного дома, включая объект по улице имени Калинина. Срок выполнения демонтажных работ. У меня стоит дата 1 августа 2015 года. Мы посоветовались с мэром и строителями. Мы поставили на два месяца раньше срока. 1 июня 2015 года будет демонтирован данный объект. Ответ о точных сроках сноса сегодня ждет почти вся улица, признается Наталья Крылова. И при этом добавляет, что не ожидала такого оперативного решения их проблемы. Ответ нас вполне удовлетворил, потому что были озвучены сроки сноса этого здания, которое было бесхозным. И, конечно, как и каждое бесхозное здание, оно притягивает к себе личностей, которые не вполне дружат с законом. Встречи в подобном формате с жителями южных регионов Владимир Устинов проводит регулярно. Еще чаще кубанцы обращаются с вопросами к губернатору. На таких приемах практически все вопросы также решаются сразу на месте. А все сроки выполнения задач Александр Ткачев лично берет под свой контроль. Мария Крошная, Денис Москаленко, Денис Перец и Валерий Пятов. Кубань-24.